Тяжеловато, конечно, но старались, сделали выводы из первой игры, поражение там было довольно обидно. Настроились с ребятами, решили играть свою игру, старались не сбиваться на дальние броски, сделали комфортное преимущество и потом в четвертой четверти все равно мы начали метать и чуть-чуть просели по счету. Ребята, конечно, молодые бегущие тяжеловат. Мне реально было тяжело держать двадцатого номера, не знаю, как зовут, но такой постоянно нацеленный на проход, на убежать. Ну, в принципе, рад, конечно, что выиграли. Пожалуй, все. Ну, общий уровень проведения хороший, у меня вопросов особых нет. Единственное, что это как бы проблема, наверное, не организации, а самих команд по домашним залам, потому что есть все-таки иногда залы, в которых действительно тяжело играть, сложно там и покрытие, и кольца, и стены. А так, в принципе, все гуд. По уровню команд в начале сезона, конечно, тяжеловато, потому что там ребята серьезные. Ну, считаю, что в дивизионе «Б» как бы мы могли, конечно, побороться с красной машиной за первых строчек. Вот, ну, что-то одно, то другое. И как-то вот у нас концовку завалили, конечно, ну, я считаю, завалили, потому что должны были выигрывать, наверное, все игры. А что-то получилось, какой-то там замес, и в итоге не ушли вообще. Ну, вот, а по освещению, не знаю, мне хочется больше хайлайтов вторых составов. Вот, а так, в принципе, ну, норм, ничего, я подписан на новости, читаю обзоры, смотрю фотографии, хайлайты. Все круто, молодцы. Ну, как сказать, мне кажется, с учетом вот этих ход всех перестроений в этом сезоне, ну, конечно, эволюция, ну, как мне кажется, развитие идет. Потому что я начинал, я уже сейчас даже не вспомнил, как бы это было там год четыре назад, наверное, там, по-моему, не было такого прям вот освещения прям. И хайлайтов было меньше, и, по-моему, канал был на ютюбе не такой развитый. То есть сейчас, я так понимаю, что чуть ли не каждую игру можно там фоточки посмотреть, почитать. Статьей бы, конечно, побольше, вот именно обзоров таких. А так, в принципе, ну, по мне, эволюция. Я просто понимаю, ну, насколько тяжело это все развивать. Реально много времени уходит еще, и, как бы, ресурсов. Я думаю, что если у руля стоят упорные люди, которые ведут цель, я думаю, все будет круто. Ну, да нет, не то, что, ну, не знаю, что-то я просто не хочу там ввязываться во все это. Я так читаю со стороны, там есть киты, которые могут там капслоком позажигать. Ну, я, кстати, я думал насчет этого вопроса. Слушай, ну, по мне, это еще началось, наверное, могу, конечно, ошибаться, но вообще там Сарвида Сабониса, по-моему, который начал там уверенно средние бросать. А потом вот эта вот тема пошла, что сейчас большие вообще все там трехи бросают. Вот я вот смотрю в NBA, там, ну, там и Новицкий бросает, и Брук Лопес бросает, там, все бросают. И вот эта вот тенденция, это тоже там статейку читал, как менялся баскетбол, что все отдаляется от кольца. Ну, мне кажется, еще связано с тем, что нет таких вот, ну, как сказать, гениев, наверное. Там, наверное, только сейчас Дэвис более такой, самый. Ну, да, больше так мне на ум особо никто не приходит. И, соответственно, ну, как бы гениальных игроков больших меньше, чем маленьких там малышей, да, всякие там Айзей, Томас, там появляются, которые наливают по 40 очков, будучи там 175-178 роста. Ну, это, мне кажется, просто как ветка развития. Ну, мне кажется, все равно это все по спирали идет, и в один прекрасный момент появится там куча больших, и опять все это будет монструозные данки там в стиле Шака. Ну, как мне кажется. А так, ну, связано, мне кажется, именно с отсутствием вот гениев в краске, скажем так. Ой, мне вообще Мозгову очень жалко. Ну, не потому, что он там русский, а то, что тоже вот я смотрел хайлайты Лейкерс. Ну, там смотрят они, конечно, этот молодняк, этого зубица. Сейчас буквально там вчера, по-моему, статья вышла, что Мозгову и убрали из ротации до конца сезона. То, я не знаю, как по мне, это в Лейкерсах сейчас единственный большой, который может, ну, знаете, цементировать краску, как-то там противостоять тому же Казинцу и каким-то большим вот ребятам. С чем это связано, я честно не понимаю. Это что-то там вот у ген-менеджмента и тренерского штаба Лейкерсов, наверное, в голове. Мне реально, как бы, ну, обидно, то, что мне, в принципе, стата-то у него не такая плохая. Ну, Тимохи тоже есть средний бросок. Ну, может, не знаю, там. Тоже самая история, почему шведа убрали, да, хотя он, в принципе, в Миннесоте еще, наверное, даже нормально. Черт его знает. Муж поссорился. Муж мало работает на тренировку. Ну, и, конечно, у него руки деревянные, периодически. Наверное, так. Именно в МБЛ. Не знаю, может, мотивация не та. Ну, да, мне кажется, это, знаешь, вопрос, может быть, я не помню, как там четко, прям точно говорится, что-то там, что талант можно закопать. Отсутствие труда, вот, отсутствие таланта можно как раз наличием труда восполнить. То есть те любители, которые там, я не знаю, с маленьких лет любят бросать мячик, там, бьются на каждом сантиметре площадки, в один прекрасный момент вырастают в определенном уровне мастера. А тот человек, которому дано, ну, у него там отсутствует мотивация. Ну, всякое в жизни бывает. Ну, он выходит там 15 трехочков и бросает. Забил пять, там, хорошо, не забил. Ну, фиг. То есть, мне кажется, это связано именно с какими-то мотивационными моментами. Так, чисто там ради фана он, может, он не думает, что там пацаны рвут там себе все места, чтобы выиграть, а он просто приходит там побросать. Ну, как мне кажется. Такая вот. Ну, вот насчет симуляции, я вообще, как бы, человек такой, который критично к этому относится, я не люблю. То есть, вот, если на площадке, там, могу за себя сказать, если я упал, да, и не встаю, то мне действительно больно. У меня нет такого, что я, там, буду у Оскара это выпрашивать. И, ну, для меня это немножко, ну, не люблю, короче, вот этого всего, там, а-кать-окать. А-а-м-а-м. А вот, по трэш-токать на площадке, я как раз любитель. Ну, вот это чисто, как бы, психология, так вот, чтобы вывести противника из равновесия, можно там, чё-нибудь, ему на ушко там сказать. Там фонарь попал или ещё чего-нибудь. Сейчас, там, бананчик дадим тебе и всё. Вот, в смысле блокшот. Вот. а так неспортивное поведение тут тоже нужно рассматривать субъективную ситуацию может там человек не забил там получил блокшот не успевает защиту и сгоряча там по рукам бабах не спортивные это как бы одно да сорвался а если вот именно там специально то есть у меня были там за всю мою карьеру моменты когда ребята там целенаправленно локтем били в горло там в лицо это я считаю это конечно неправильно особенно когда вот там есть моменты как-то там специально могут в спину толкнуть в отрыве в каком-то то что такое было это конечно перебор я это не люблю не уважаю так пожелание здоровья чтобы без травм те кто не играет приходите смотреть болеть это реально помогает воодушевляет всем спасибо вопрос какой элемент баскетбола вызывает у вас самые бурные эмоции которые хочется прям аж поорать